По традиции челкова, ребятки, всем отличного дня, наипрекраснейшего настроения, а у нас сегодня очередная готовка. Блюдо сегодня будет вкусное, блюдо будет сегодня зожное и очень-очень простое в приготовлении. Это куриная лапша с куриными тефтельками, слепленными, соответственно, из куриного фарша. Спросите, а где курица? А курица у меня пошла совершенно по иному пути, потому что я сейчас на зоже и, соответственно, отварил курочку, курочку в одно место, бульончик у меня остался для супчика. Собственно, чего трепаться, погнали готовить. Начинаем мы, естественно, с обзора тех продуктов, которые я заготовил для своего супчика. Начну, наверное, с тефтелек, тефтельки даже выпендриваться не буду, делал из покупного фарша, у меня дочка любит готовить всякие чикенбургеры, и вот от них остался фарш, и я решил употребить его для супца. Видите, некоторые тефтельки, да, у них структура разная, некоторые гладенькие, некоторые не очень гладенькие. Это касаемо технологии. Где-то к середине лепки я понял, что рученьки свои надо смачивать, тогда тефтельки не будут прилипать к рукам, и, собственно, дело пойдет на лад. Но это такое отступление. Я думаю, все матерые домохозяйки как бы знают этот прием. Далее, что у нас? Здесь у нас петрушечка, так, прям от души, все-таки лето, две луковички, морковка, хорошие помидорки. Опять же, у нас на дворе лето, и поэтому не гоже всякую ерунду в суп кидать. Вот, и долго думал, картофель или лапшичка, в итоге вот такие гнезда нашел, очень красивые, и поэтому они сегодня пойдут у меня в супчик. Собственно, что, давайте к супчику самому перейдем, на чем будем его готовить. Готовить мы его будем на курином бульешке. У меня не самая лучшая кастрюлька, потому что все мои хорошие заняли всякой ерундой. Вот, опять же, бульончик у меня остался от варки грудок куриных. Грудки у меня пошли на одно дело, а, собственно, бульончик у меня пойдет на супчик. Видите, все уже кипит, и, собственно, пора туда все наши ингредиенты потихоньку закладывать. Первыми в супчик у нас попадают наши тефтелечки. Видите, я их чуть-чуть поперчил. Собственно, бульончик у меня уже со специями, так что пока их не добавляю, чтобы не переборщить. Вуаля, последняя тефтелька падает в наш супчик. Пока крышечку закрывать не буду, и перехожу к сковородочке. У меня новая вокс-сковорода, как вы видите. Я ее разогрел, налил маслицем. И что? Овощи уже порезаны у нас, чтобы не отвлекать ваше внимание. Собственно, классический способ. Морковка, лучок. Сковородочка отлично нагрета. Далее у нас в нее уходят помидорки. Видите, прям мелко и без кожи, потому что это летние помидоры. Тут никакого кипятка не нужно. Кожа прям сама отделяется легко. И сразу же нарезал петрушечки. Думал, еще чесночка, но так как я его не заявлял вначале, давайте без чесночка. Кастрюлечку можно перевести на более сильный огонь. Кстати, слегка надо перемешать. Но дно у кастрюлики толстое, поэтому шанс, что тефтельки прилипнут, очень маловероятен. Так, все, вставляем, пока они не всплывут у нас без крышечки, напомню. И следим за огнем. Если начнет кипеть, бурлить, быстренько сбавляем. И, соответственно, обжариваем, обжариваем наши овощи. Стараемся их прям в усмерть не зажарить, что на вокс-сковороде достаточно трудно сделать. Поэтому я для обжарки очень люблю вот такой формы сковородочки. Ну что, как говорится, прошло несколько тысяч лет в нашей галактике. И наши тефтельки все всплыли благополучно. Поджарочка готова из овощей. И самое время выкручить сковороду и добавить нашу поджарочку из овощей в супец. Погнали. Тынц-тынц-тынц. Ничего не забываем. Супчик сразу приобретает очень приятный такой колер. Овощер поставим пока обратно. Чутка перемешаем. И, собственно, что? Время добавить лапшичку. Я думаю, многое борщить не буду. Во-первых, мелко ее сыплю. Не люблю целиком класть, потом эти спагетти все выуживать. Одно гнездо и, наверное, вот, не знаю, чуть-чуть вот прям. Половиночку от другого. Не беда, что я их покрошил. В другой раз пригодятся. И если вы думали, что я забыл о кунжутике, шеф Ивлев любит добавлять масло сливочное во все рецептики, я люблю добавлять кунжутик, куда бы то ни было. И что? Лавровый лист. Естественно, я не забыл о нем, а добавлю сейчас. Все. Чуть-чуть это дело помешаем. Накроем крышечкой. И на медленном огоньке, я думаю, минуток так 10-12, может быть, чуть-чуть больше, чтобы у нас лапшичка не разварилась в труху. Все. По готовности наливаю в пиалочку и делюсь своими ощущениями и вкусовыми впечатлениями. Ну что, ребятки, плита пропищала. 12 минут прошло. Мне очень нравится все это смотреть на экране, потому что 12 минут пролетает просто вот оп и все. А для меня 12 минут были 12 минутами томительного ожидания. Но уже в руках половничек у меня. Давайте, не буду прям все тефтельки проситься сразу в мою пиалочку. Так, где лапша? Вот лапша. Лаврушечка. Нет, себя я обделить не могу. Давайте еще вот три тефтельки. Еще одну давайте. Чуть-чуть. Вот так вот. И, собственно, что? Половничек пока сюда. Крышечку накрываю. Вот такое великолепие репзы. Прям вот ням-ням-ням. И все, давайте к столу. И делюсь, делюсь впечатлениями и ощущениями. Впечатления от супчик у меня самые-самые радужные. Хоть он и с пылу с жару, я прям вот очень боюсь обжечь себе и язык, и небо. Но, скажу, получилось вкусненько. По специям прям супер. И вот сейчас при вас, ну, реально обожгусь, попробую с пылу с жару тефтелечку. Кстати, перчик, вот то, что мы перчили, да, перед самым забросом в кипящую воду, перчик весь остался на тефтельках. И прям мне это очень нравится, это отдельным пунктом, да. Не знаю, мое ноу-хау или нет, я не добавляю перец в фарш, да, и не перемешиваю, если... Только это не котлетки, а вот для тефтелек. Просто сверху посыпали, ручки у вас были водички, и, соответственно, все, что... Все, чем вы посыпали, все остается на тефтельках. Итак, ммм, блин, вот обожаю просто с тефтельками. До этого варил куриный супчик, да, с куриными прям грудками, когда я их не отделял, да, для других целей, а прям вот куриные грудки. И с куриным фаршем мне, честно, и откровенно нравится больше. Вот, так как он спыл с жару, все-таки не буду устраивать над собой экстрим, поэтому кухня обо всем репзы, Петр Борисович, подписывайтесь, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, смотрите на здоровье все видосы, все рецепты, да, которые у меня представлены на канале. Я буду очень-очень этому рад. Все, ребятки, я ем суп, вы бегите в магазинчик, если у вас нет этих ингредиентов, и готовьте на здоровье точно такой же супец. Он прям пальчики облишь. Все, ребят, пока-пока, до новых рецептов.